здравствуйте владимир путин на днях обратился к федеральному собранию там он подтвердил что государство выполнит все социальные обязательства что увеличится инвестиции в экономику во все ее направления и увеличение промышленного роста россии это один из приоритетов можно понять государство делает выводы а их нельзя не сделать то есть сейчас ситуация такова что нужны какие-то не просто слова а нужны действия и действия мы видим факты показывают то что сейчас крупные предприятия возвращаются через суд по иску прокуратуры возвращаются обратно в государство под управление государства и как показывает практика в этом есть смысл вот за последнее время акции были возвращены мурманского морского рыбного порта апелляция недавно отказала бывшим хозяевам несколько предприятий челябинского электрометаллургического комбината тоже были возвращены государством и генпрокуратура подала иск о возвращении в собственность ивановского завода тяжелого станкостроения и судя по тому какой посыл путин дал во время последнего обращения к федеральному собранию этот процесс будет продолжаться и как стала известна редакция об этом писала тверская 13 другие издания что следующим таким возвращенцем в лон и государства может стать морской рыбный порт санкт-петербурга в девяносто седьмом году только становится морском рыбным портом а до этого года он был лен рыбпром ну понятно что еще советского союза старое предприятие его приватизировали конечно же и все 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 родимые пятна частная собственность уход на налогов вывод денег все 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 там какой-то степени присутствует что только стоит загадочная смерть владельца михаила сошника которые говорят умер перед тем как загадочно умер перед тем как должны были начаться переговоры о продаже акции и вот что случилось сейчас на данный момент владельцем компании является елена сахартова во-первых за последние несколько лет оборот грузооборот порта упал на 26 процентов конечно мы можем сказать что это санкция безусловно санкции какую-то роль сыграли до прежние связи перестают работать перестают быть такими эффективными понятно почему мы это все видим но новые связи как-то создать руководство порта не пытаются судя потому что в общем как бы сейчас грузооборот не повышается только падает мы попытались позвонить в порт я обрежу разговор там очень долго автоответчик говорит вот просто будет все коротко на лед добрый день да меня зовут евгений редактор момент истины сми появилась информация что возможно скоро на вас будет подан иск от генеральной прокуратуры о возвращении 100 процентов акций в счет государства вы можете как-то прокомментировать это бросили трубку ну что ж иногда отсутствие ответа больше чем сам ответ я начал с президента и закончу владимир владимирович понимаете конечно безусловно экономика у нас после 90-х немножко восстанавливается но все же таки есть куда расти и конечно же промышленность в том числе и обороны а порт в данном случае до морской рыбный порт несмотря на все что это там рыбный какой-то порт это стратегический объект а если владеет частное лицо этим портом таким стратегическим объектом это частное лицо весь этот порт должен как минимум находиться под очень тщательным наблюдением государства определенных структур который должны смотреть а что там происходит чем все это должно контролировать государство безусловно еще раз повторюсь это стратегический объект и мы конечно будем смотреть за ситуации что будет ближайшее время с вот этим стратегическим объектом а пока что до свидания